Тема моего выступления, она звучит с одной стороны риторично «Убит Владимир, мое сердце ранено» Это цитата из письма короля Стефана Батория 1580 года Из его письма одному из виновников события, о чем пойдет собственно речь Мы постараемся, ну я постараюсь осветить некоторые проблемы связанные с культурными конвенциями насилия в России речи Посполитой 16 века И если честно, поводом для моего углубления в этот сюжет С одной стороны является такое микроисторическое увлечение И Владимиром Заболоцким, и его судьбой по миграции С другой стороны, выход совсем недавней Замечательной книги нашей украинской коллеги Натальи Старченко «Кровь, честь и риторика» Книга вышла в 2014 году и бросила вызов гуманитариям Как раз идеей о том, что насилие 16 века Это домодерное насилие, волынское шлихетское насилие Конфликты, которые были вызваны агрессией со стороны шляхтичей И в шлихетских сообществах, шлихетских кланах Не были похожи на то, что Мишель Фуко описывает в своей книге Назвирате наказывались как модерный проект И были далеки и от панапсикона, и от институционального насилия И от того, что мы воспринимаем как последнее решение Как механизированное уничтожение человека Наоборот, в работе Натальи Старченко прозвучала идея о том Что шлихетское насилие было далеко от понятия Война всех против всех Которое традиционно было в имперской историографии Заглушать такие феодальные и регионалистические веяния А скорее было саморегулирующимся механизмом И вот один из примеров такого саморегулирующегося насилия И насилия, которое регулирует сообщество вокруг себя Я бы и хотел сейчас заняться Передаваем, собственно, портрет 18 века Криштофа Радзевилла Перуна Сына Виленского канцлера, воевода Виленского И близкого родственника последнего эгелона Короля Сигизмунда 2 августа И портрет Стефана Батория Который возник уже в 16 веке Основными источниками в изучении данного события И являются, в общем, с этого надо начать, конечно Сомнительные, часто спорные свидетельства Основных, пожалуй, 5 Это статейный список российского посланника Григория Афанасьевича Злобина-Нащекина Который приехал позже Когда все уже свершилось И Владимир Семенов-Заболоцкий погиб Во время Виленского столкновения Нащекин был заинтересован в том, чтобы представить картину Несколько более драматично, чем она была Его задача была в том, чтобы показать царю Ивану Грозному Что при дворе польского короля происходит раскол Что накануне очередного похода на Москву Вот эта склока между короняжами То есть между поляками и ретвинами Может привести к тому, что согласия В двух государствах под властью короля не будет Это накладывает и отпечаток на историю одного убийства В котором действительно действовало как бы три силы Польская со стороны короля Литовская, поскольку виновником преступления Рассматривался сын литовского канцлера И венгар, московит по происхождению Владимир Заболоцкий А венгар, потому что он входил в королевскую венгерскую дверь Ценный источник это письма Джованни Андреа Каллигари Римского нунция Они не все опубликованы просто потому, что Таинственным образом под издание Монумент Аполлония и Хистория Начало 20 века И отрывки из писем, которые приводит Людвиг Боротынский в своем этом издании Не полностью охватывает как раз комплекс сообщений о Владимире Заболоцком Письма Каллигария очень интересны Потому что Рим также возлагал свои надежды на это событие 1580 года Каллигария видел в убийстве фардейца И в последующих опальных действиях короля Стефана Предвестие того, что будут наказаны, покараны самим господом кальвинисты Литвины И восстановится подлинная католическая церковь То есть римский нунций воспринимал события в Вильне В канун московского похода Как действие проведения Как результат вторжения Блодопожественной силы Которая должна вернуть литвинов на подлинную религиозность Мемуары Федора Михайловича Влашевского Это ценный источник, написанный на смешанном и короническом языке Кириллицей, но с большим запасом полонизмов Которые явно вторгаются в его тексты Это начало 17 века Расчет Влашевского не очень понятен Рассчитывал ли он на публикацию или нет, не ясно Он успел послужить и убитому, то есть Владимиру Заболоцкому И убийце Радзивиллом Служил он и королю То есть он был на самом деле в 70-80-е годы При всех действующих силах И свидетельствовал в своих мемуарах против Радзивиллов Он их практически ненавидел То есть по его тексту можно судить о том, что его записки Это гневный текст, адресованный читателю Чтобы показать, что виновником этого преступления Был лично Криштоф Радзивилл Перун И Влашевский питал свою собственную ненависть Своё собственное сильное чувство к Радзивиллам Поскольку считал, что они таким качеством Как хитрость, как изворотливость Отличались во многих ситуациях И сам он тоже был недоволен тем, как его освободили со службы И так далее Записка Стефана Батори Криштофа Радзивиллу Это источник, конечно, уникальный Поскольку краткая латинская заметка Сохранившаяся в поздней копии второй половины 17 века Но, видимо, скопированная из более раннего комплекса материалов Эпохи московских походов Содержит всего лишь несколько строк Эпитафию на смерть Владимира Заболовского И гневный упрёк в адрес Криштофа Радзивилла Наконец, сохранилось следственное дело И вот здесь я хотел показать эти памятники Они очень плохо рассматриваются Поэтому ничего страшного, если они не будут видны Записки Фёдора Ивлашевского Хранятся сейчас в архиве древних актов в Варшаве Выглядят как тетрадка, бисерным почерком Исписанная рукой, возможно, самого Фёдора Он был человеком, пишущим, писателем, интеллектуалом и ритером Знал несколько языков, в том числе какой-то из еврейских языков Служил адвокатом в различных судебных делах Знал латынь, русский, польский и другие языки Вот в библиотеке Черторийских хранится также следственное дело По убийству Владимира Заболовского Это всего несколько страниц, которые ни к чему не прикреплены Они входят просто в конвалют, как отдельный совершенно памятник Измятый, видимо, хранились они, передавались многократно из рук в руки И этот памятник также долгое время неразгаданный Долгое время было непонятно, что это такое И сам архивариус, который описывал сборник Отметил, что речь идёт о каком-то мещанине Владимире, убитом в Вильне Хотя речь идёт, конечно, об убийстве не мещанина, а королевского гвардейца Владимира Заболовского И, наконец, вот так выглядит письмо в сохранившемся, ныне единственном списке Письмо Степана Батория Крюштефа Радзивиллу В котором Баторий с цитатой из Вергилия упрекает Радзивилла в том, что он является лично ответственным Сам он является убийцей Владимира Заболовского Рассказав об этих основных источниках, я не могу не уткнуть, конечно, случайные или вторичные источники Это, в первую очередь, комплекс материалов в литовской метрике Где хранятся сведения о том, как король распределил имущество Владимира Заболовского после его смерти Ну и должен признаться, что это большой комплекс материалов, который требует, конечно, отдельного разговора Общий вывод из этого материала я скажу чуть позже То есть там он достаточно прозрачен Источник ценен именно тем, что он позволяет судить, как король отреагировал на убийство Заболовского В своих отношениях с Радзивиллами, как он, по сути, лишил их права на наследование того, на что они это право имели Так вот, чтобы понять, о чем речь, я бы хотел начать, на самом деле, с письма Джованни Андреа Каллигари 2 мая, то есть вскоре после описанных событий События сами произошли 23-25 апреля 1580 года 23 апреля произошла размолвка во время конного выезда короля Стефана Батория в Вильне, видимо, на охоту Между Криштофом Радзивиллом Перуном, Гетманом Польным, Великого княжества Литовского и Каштеляном Троцким И гвардейцем, как я уже сказал, московского происхождения Национный Москус, как о нем писал Стефан Баторий Владимиром Семеновичем Заболоцким, потомком смоленских князей Которые утратили свой титул еще задолго до жизни Владимира Семеновича Но замечен в полях это очень важный момент, поскольку сам Заболоцкий считал себя князем И, скажем, в переговорах с имперскими представителями Великого княжества Литовского Он называл себя Дукс Владимир То есть князь Владимир был убежден, что его статус выше, чем положено считать в Москве Эта размолвка произошла по всем названным мною источникам Они примерно сходятся на одном сценарии Рано утром 23 апреля, когда Владимир Заболоцкий не снял перед развилом шляпы За что получил в свой адрес несколько едких слов Не очень понятно какого содержания Там прозвучало «здрайца» Одно из них было слово «изменник» «здрайца» На что Заболоцкий ответил «сам есть такие» То есть классический сценарий Сценарий обычной такой дуэльной ситуации Когда вызванный немедленно отвечает симметричным ударом И на виду короля продолжать эту размолвку было невозможно Битва перенеслась на будущее А дальше Федор Ивлашевский рассказывает в своих записках О том, что ночью того же дня Радзивиллы оказались перед выбором Мстить ли преступнику, вот этому негодяю Открыто и устраивать бойню Или убить его с помощью подсильных киллеров Причем, согласно Ивлашевскому Предлагался вариант пробраться на крышу дома Где остановился Владимир Проверить там щель И одним выстрелом просто его пристрелить А шпионы Радзивиллов уже следили за Владимиром Видели его и понимали, как это можно сделать Но Радзивиллы сочли, что этот вариант будет слишком легким Слишком оправдательным И не очень убедительным в виду того Как себя повел виновник В преступлении С их точки зрения И вот что пишет Каллигари Владимир знатный московит, который крепостью тела И силой духа заслужил репутацию Ценного солдата Во время правления Сигизму до августа Бежал из Москвы в Польшу Где был принят с большой милостью И щедро награжден Со временем он переехал в Трансильванию Служил на войне королю Стефану На то время князю и приехал потом вместе с ним в это государство В бою он всегда отличался усердием И получал от его величества многие и самые значительные милости Как за нынешнюю войну против Филиппа князя Московского Так и за верные советы Как и подобает хорошему родностру Когда 24 апреля утром он отправился ко двору Чтобы сопровождать его величество на охоту в окрестностях Квильны Его окружало 15-20 слуг, вооруженных архивузами В центре города на него напали более чем 50 вооруженных людей Убили, как говорят по заказу старшего сына Вилецкого Который в прошлом октябре из-под чашевого литовского Сделался каштеляном троцким и вице-канцлером литовским И отец и сын еретики Ну как я уже говорил, для Каллигария это очень важный момент То есть они кальвинисты И Каллигария отмечает, что Как раз Это очень важно Для кардинала де Кома Которому он пишет письмо Как они утверждают, причиной смерти Были будто бы оскорбительные слова Которыми обменялись Владимир И названный сын Вилецкого воевого Вот собственно Что именно произошло Как интерпретировать это событие Я бы и хотел обсудить в своем докладе И несколько опций, которые хотелось бы здесь Вот упомянуть и реализовать в этом обсуждении Это, во-первых, собственно обряд чапкования Чапкования или шапкования Обряд приветствия путем поднятия и снятия шапки Это обвинение в измене И вес этого обвинения В культуре московского государства И речи посполитой 16 века Ну, немалую роль играет И замечание, которое Делает Федор Явлашевский В своих записках Я на нем оставлюсь коротко Но все-таки отдельно Явлашевский описывает Произошедшее Обвиняя во всем Радзивиллов И оправдывая Заболоцкого даже в том Что казалось его современникам очевидной виной Владимира Явлашевский пишет Ям был добрый вядом Владимира Я хорошо его знал И не учинил того он с пыхи якой То есть от гордости или гордыни Не чипкуючи пану Троцкому То есть не исполняя обряд чапкования Аля с меланхолии своей великой Жейядан сам с собой умовил Мыслил И часто крот на спотканию с паны Миял их То есть проезжал их Из-за своей меланхолии Запомнявшись Хоть кто Хоть го Хоть го, простите То есть даже если его Другий чапкованием почистил То аж напомнением от слуг валал за ним Для Бога Просечь обонимел за зле То есть когда он уже проезжал мимо Своих знакомых Приветствовавших ему снятием шляпы Он на обратном пути иногда вдруг вспоминал Что надо поздороваться Оборачивался и говорил Ой, да Бога, извини, пожалуйста Не обижайся на меня И по словам Явлашевского Это было частью образа Владимира Забаловского О чем должны были знать современники И что в глазах Явлашевского Оправдывает Забаловского даже в этом Так вот, эти три опции Кажутся мне напрашивающимися Но есть и последний комплекс вопросов Это, собственно, то, что касается Самой практики дуэлей И возможности дуэли Для 1580 года в Речи Посполитой Здесь есть большая проблема Потому что очевидно совершенно Что запреты на дуэль Уже возникли во всей Европе В Речи Посполитой они относятся К началу 16 века И к эпохе Стефана Батория Начиная с первого же Торуинского Сейма 1576 года Относится также первый комплекс запретов То есть конфликты Да еще и на виду короля Между его поданными Были в Речи Посполитой запрещены Кроме исключительных ситуаций Когда сам король мог Выставить разрешение Значит, разрешение на такую дуэль И случай в битве между Заболоцким И Радзивиллом был, конечно, вопиющим С точки зрения уже действующих запретов Но мы должны задуматься, на мой взгляд Над тем, насколько вообще Эта культура дуэли была допустима В качестве инструмента интерпретации Произошедшего в Вильне В апреле 1980 года Просто потому, что конфликт Между королевским ротмистром Каким бы крупным статусом Не обладал Владимир Заболоцкий И, по сути, вторым лицом В Великом княжестве Литовском То есть вице-канцлера Великого княжества Литовского Это уже событие странное Выходящее из ряда вон И подозрительное с статусной точки зрения Если бы это Мы решились назвать дуэлью Это было бы унизительно, конечно, для Криштофа Радзивила Перуна Вступать в дуэль с каким-то гвардейцем Гвардейцем короля Так вот, мы оказываемся Вот в такой, на мой взгляд Наиболее ясной вилке интерпретаций Первое из них Как представляется Наиболее очевидно Это списать все на обряд шапкования И вот здесь я хотел бы Задуматься над тем Насколько обряд шапкования Разделял Европу К 1580 году Дело в том, что Для Речи Посполитой Приветствие поднятием шапки Было уже очевидным Знаком Знаком любезности И этот обряд Следовало исполнять Даже со стороны короля Как показывает История въезда Стефана Батория В Тарнов В апреле 1576 года Считалось Необходимым проявить Такую Такую приличие Такую дворскую Как говорили по-польски То есть такой придворный этикет Поднять шляпу Что и сделал король Стефан На встрече С хозяином Тарзова Тарновского замка В общем-то Первым Проявив таким образом Свою уже королевскую Милость К местному Жителю При этом В отношениях С Россией У Речи Посполитой Как раз Рубеж 70-х 80-х годов Становится Временем Радикального Переосмысления Обряда В собой Московье Большую популярность К этому времени Приобрели Так называемые Вторые шапки То есть емулки Итафии Шапки Которые оставались На голове После снятия Основного Головного Убора И уже Стоглавый собор 1551 года Запрещал Ношение Этих емулок Итафий Описывая их Как мусульманский Обычай И Запрет этот Видимо Оказался слабым Поскольку Вот в тот Короткий промежуток Времени Когда митрополит Филипп Оказался при пастве В 1566-68 год Он успел Поссориться С опричниками Как раз Из-за того Что они приходили В храм Не снимая Всех своих Головных уборов При этом В речи посполитой Появление Тафии Или емулки На голове Воспринималось Часто Как Просто Неуважительное Отношение И В одной Из историй Касающихся Как раз Шапкования Принял участие Лично Криштоф Радзивил Перу 18 июля 1581 года То есть Уже после События В Вильне Московские Представители Отъехали От короля Ни шапки Не снявши Ни поклонившись И Когда Радзивил Крикнул Снимите Шапку То один Из московитов Ответил Это не шапка Это емулка Я считаю Что этого Достаточно Чтобы проигнорировать Приказ При этом Во время Посольской церемонии Канцлер Короны Польской Ян Замойский Буркнул И это было слышно Это записал Ян Петровский Свидетель этих событий Этот парень Сконфузил нам Литовскую канцелярию Имея ввиду Московита Показывая рукой На Московита На что Очевидно Совершенно Кто-то из литвинов Резко заметил Канцлеру Что это сделал Не он А кое-кто Здесь еще Намекая на Канцлера То есть На самом деле Речь шла Уже о том Что обряд Шапкования Оказывался Неразрешимым Для польской Дипломатии Противоречием Поскольку Снятие шапки Московским послом Могло восприниматься Как знак Приличия Но при этом Присутствие головного Убора После снятия шапки Могло Прочитываться И как Оскорбление И как Все-таки Знак уважения В том Контексте Который мы видим То есть Уже в момент Когда идет Псковский поход И когда Договор С Москвой Становится Значимым Для короля То есть Он ждет Что все-таки Царь отдаст ему Ливонию Конечно Обращать на Колпак Колпак По-польски Это шапка В дипломатическом Соремониале Используемая Московитами Как считал Король Не надо То есть Нужно Просмотреть Как бы Ну хорошо Закрыть глаза На эту мелочь Но Литви на этого Литви на этого Не спустили Московитов Конечно Но Похожий Конфликт Произошел И Чуть Раньше То есть Во время Одного Из посольских Приемов Также Значит Лукаш Дилынский Дворянин короля Отмечает Что на Московитах Были Емунки Колпаки Вышитые Жемчугом И Это вызвало Недовольство У короля Весной 1580 Года Затем Похожий Случай Резко Обострил Отношения Между Римом И Москвой В июле 1583 Года В Кракове Встретился Антонио Пассивино С московским Представителем И дальше По Запискам Альберта Баланетти Произошло Следующее Московский Интернунцы Не только Не хотел Сдвинуться С места И пойти Навстречу Пассивино Но даже Не приподнял Шапки В знак Того Что здоровается С гостем После чего Секретарь Пассивино Мартин Броневский То есть Речь идет Конечно О Польском Секретаре Который Переводил Пассивино Видимо И на Московский Язык В ответ На такую Дерзость Подошел К московиту Сам Собственноручно Снял С его Головы Шапку И поставил Ему на вид Всю непозволительность Подобного Обращения С представителем Папы Причем Баланетти Описывает Эту ситуацию Вовсе Не в пользу Пассивино Говоря о том Что из-за Такой мелочи Пассивино Будучи Легатом Григория XIII Чуть было Не сорвал Переговоры С Москвой На которые В Риме Естественно Возлагали Большие надежды Надеясь В первую очередь Обратить царя В католицизм Но Вот здесь Прочерчивая Линию В будущее Я отмечу Что и после смерти Ивана Грозного Конфликт Сохранялся В частности Лев Сапега В 1584 Году Возмутился Приемом В Москве Заявив Что господарь Наш Стефан Король Против Господарь Его поклона Встав шапку Снял О здоровье Спрашивал А господарь Князь Великий Шапки не снял И здоровье Не спрашивает На что Московский Московский Посольский Диак Андрей Щелкалов Заметил Большая тебе Лев То есть Большего тебе Лев Не за обычай Которые послы Великих Господарей Не бывали У господаря Нашего Господарь Наш Шапки Царские Не снимает А здоровье Спросил Про брата Своего Про господаря Вашего Про Стефана Короля Я встав То большая И почесть То есть Хватит вам Не надо вам Еще и шапки Ну вот здесь Я бы сослался Дальше На еще не вышедшую К сожалению Замечательную работу Лилии Бережной Изучившей Обряд Шепкования На московском Примере Московских Источников 17 века Она показывает Что Осылаясь Также на работы Габриэла Шайдегер И на другие Исследования Что в Москве Подобное Отношение К шляпному Церемнялу Сохранялось Вплоть до Исчезновения Вот этого Посольского Обычия Относиться К представителям Как тому Что называется Хонорифик Мессенджер То есть Как К носителям Чести Великого Князя Царя Когда Дипломатический Церемнял Начал заметно Меняться В середине 17 века Обряд Шепкования Стал восприниматься Уже как Архаичный И По мнению Габриэла Шайдегер Шляпная Революция Произошла Около 1655-56 Года Когда Произошло Был Издан Запрет Ношения Тафи И Этот Запрет Полностью И окончательно Выдворил Из посольского Церемняла Конфликтную Ситуацию Но Еще раз Вот здесь Я подчеркну Что С одной Стороны Сама Вот эта Обрядность Шепкования В 1570-80-е годы Не была еще Устойчивой С другой стороны Она была Не столько Гранью между Цивилизацией И не цивилизацией В терминологии Норберта Элиаса Сколько Гранью В Скажем Различных Семиотических Системах В различных Интерпретациях Того Как Как должен Быть устроен Обряд И в зависимости От того Как Агрессивно С какой степенью Агрессии Нужно было Прочитать Этот обряд Вот эти Коллизии Вокруг Шепкования Они приобретали То юмористический То Практически Военизированный И Конфликтный Оборот Но Для Истории Убийства Заболоцкого Это Собственно Это Путь Интерпретации Оказывается Спорным Ну скажем Должен ли был Заболоцкий Снимать шляпу Перед Радзивиллом Находясь В свите короля Да Значит Сам Радзивилл Который Спустя год Сделал даже Замечание Московским послам Вот Не был ли он Носителем Такой Ресемантизации Обряда В польско-литовской Традиции До Радзивилла Понимался Обряд Одним Способом Литвины Наставили На его Реинтерпретации И Оттеснение Его На задворке Цивилизации Вытеснение Его В его Московской Версии В Категорию Варварства И Конечно Обряд Который Прописан Уже В дверенине Кастильоне Известном В польском Обществе Благодаря переводу Лукашу Гурницкого Все-таки Еще Не закрепился И Как описывает Сам же Ивлашевский Заболоскому Часто Сходило с рук Забывать О приветствии Своих знакомых Поднятием Шляпы Никто при этом Не вызывал его Судя по всему На дуэль Но По крайней мере Об этом Ничего больше Нигде не известно Еще Один путь Для Вот Возможных Здесь Я Если был большой экран Показал бы Какие там основные моменты Значит Возможных Интерпретациях Это Меланхолия Меланхолия Заболоцкого Понятие Меланхоличный Меланхолический Ну Как Показывают И Мишель Фуко И Жанн Старабиньский И Исследователи Меланхолии 16 века В Литературной Традиции Становится Одним из Центральных Для Описания Психологического Упадка Болезненности Расстроенности Расстроенных Чувств Неизлечимого Душевного Страдания И так далее Причем В польско-литовском Обществе Аналогии Этому понятию Мы находим Ну скажем Блазан Понятие Которое Использовалось И для Описания Шута И для Описания Поведения Необычного Шутовского И практически Близкого К юродиву Гугеродству Это Понятие Как раз В окружении Радзивиллов Часто Используемое В отношении Их Главных Конкурентов В 1570-е годы Князей Острожских И Слуцких Князя Юрия Слуцкого Миколая Юрьевич Радзивилл Рыжий То есть Отец Криштофа Перуна Называет Дурним В своих Записках И Дурним В том Смысле Как раз Который И Видимо Подразумевается Под Меланхолией Под Неразумием При этом Когда мы Говорим О Нестандартном Нетипичном Ненормальном Аномальном Поведении Владимир Заболоцкий Это Интересная Очень фигура Поскольку В его Поступках Неоднократно Упоминаются Вот те Проявления Которые Подчеркивает Ивлашевский Иван Грозный Пожалуй Самый ранний Момент В биографии Заболоцкого Фиксируется С этой точки Зрения Это Момент Побега Из Москвы Как Пишет Грозный Нам Владимир Заболоцкий Не изменял Он Уехал Рассорившись С братью А вот Рассорившись С братью Это Совершенно Поразительный Предлог Для того Чтобы Вообще Охарактеризовать Поступок Изменника Поскольку Во всех Документах Уже с 1560-х Годов Вплоть до Смерти Заболоцкого Он описывается В Москве Как изменник Но Собственно Уехал он Из Москвы Не как Изменник А как Человек Который Поссорился Со своими Родственниками Дальше Ну В том Контексте Который Очерчивает Явлашевский Напрашивается Вот Попытка Напрашивается Перспектива Психологизировать Поступок Заболоцкого И Наметить Дальнейшие Его Дальнейшие Его Необычные Черты Характера Это человек Который Участвует В войнах В Трансильвании В 1560-е годы Потом по специальному Приглашению Севизмунда Августа Приезжает Для ведения Московской войны Статус Его выше Чем У Самого Видного Эмигранта Его Времени Князя Андрея Михайловича Курбского Он Не только Ротмистер Но и Владелец Нескольких Староств По Западной Границе Великого Княжества Литовского Он Ведет Себя Совершенно Необычно С точки Зрения Придворного Поведения Его Современников Он Вступает В конфликт За Имущество Острожских На стороне Князей Острожских Обменявшись Своими Владениями С Ольбрехтом Ласким Вмешивается В молдавскую Авантюру Ласкова Потом В начале 70-х Отправляется В Турцию И по свидетельству Московских Послов Вызывает Там На дуэль Турка Который бы Постоял За Весь Ислам Будучи При этом Ставленником От всего Христианского Мира То есть Московские Послы Фиксируют Уникальный Пример Один человек Стремился Остановить Нашествие Турции На Европу В традициях Куликовской Битвы Этот человек Описывается В переписке Характеризуется В переписке Хаткевича Яна Хаткевича Старосты Жмутского И Миколая Радзивилла Канцлера Великого Княжества Литовского Как заговорщик Который После смерти Сигизмунда Августа Стремится Захватить Власть И ведет Свою роту На Великое Княжество Литовского Чтобы сорвать Коронационный Сейм Его по-настоящему Боятся И Хаткевич Призывает Радзивилла Не верить Ни одному Слову Его представителям Потому что Представители Заболоцкого Грозят Просто Провести Государственный Мятеж Государственный Переворот Заболоцкий Ведет Политические Процессы Против Практически Все Литовской Рады Против Воловича Начиная с Люблинской Уни 1569 Года Он Затаил Злобу За то Что Воловичу Достается Часть Имений Заболоцкого По решению Сигизмунда Августа В обмен Заболоцкий Получает Как ему кажется Недостаточно Против Яна Хаткевича Постоянно Ведется Борьба За Новогрудское Имение Заболоцкого Против Радзивиллов Затем Он уходит Даже Со службы Острожских И видимо Востряет Отношения И с ними И дальше Несколько Довольно Тоже Показательных Примеров За Вторую Половину 70-х Годов Как только Стефан Батори Пришел К власти Заболоцкий Проявляет Себя Самым Необычным Образом Он Продает Свои Кременецкие Имения Полностью Уходя Из Короны Польской Великое Княжество Литовское То есть Когда Люблинская Уния Запрещает Владение Одновременно Литовскими Землями И Коронными Польскими Заболоцкий С этим Соглашается Просто За бесценок Раздавая Свои Владения Под Кременцом Дальше Он В Гданьском Походе Бросается Спасать Короля Стефана Батория Против которого Устроена Засада Под Тчевым И Спасает Короля Заслужив По хвалу В Литовской Медрике Специальные Награждения Идут За то Что он Лично Бросился Против Немцев И Отпевал Короля В бою После этого Он получает Несколько Еще владений Великого Княжества Литовском И В 79 Году Незадолго До убийства Заболоцкий Выскакивает Во время Посольского Ритуала Когда Встречают Московских Послов Вильне И на слова Московитов О том Что мы Требуем Удалить Из окружения Короля Всех Изменников Заболоцкий Выскакивает И говорит Кто тут Изменник Значит Кого вы Называете Изменником Я не Изменник Изменник Это Агиш Сырыхозин Он Бежал С поля Боя Я этого Не Делал Я не Изменник Это То Что зафиксировали Московские послы Как конфуз То есть Заболоцкий Ведет себя Конечно Очень необычно Он Эпатирует Он Отчасти Бесцеремонно Ведет себя И в Вильне Это заметно По его поступкам И Самый последний Момент Момент Когда происходит Убийство То есть 24 апреля 1580 года Вот тот самый день Когда Столкнулись Между собой Слуги Радзивилла С небольшим Отрядом Заболоцкого Заболоцкий Просит Прощения У Радзивилла Но Делает это Явно Неполно По Следственному Делу Свидетели Отмечают Что Радзивилл Возмущался Поведением Заболоцкого Говорил Что ты пес Не признаешь Своей вины Как вот ты Меня назвал Так же ты теперь Получил от бога В наказании На что Заболоцкий Судя по всему Сказал Что он Не хотел Сказать Того Что сказал И не хотел Быть так Понятым Не хотел Быть так Понятым Лгал Яко Пес Говорит Один из Источников Со слов Со слов Свидетеля Якобы Эти слова Произносил Радзивилл Но Жемчито Отдал То есть Я тебе Вернул То Как ты Себя Назвал Но В ответ На это Заболоцкий Не признал Полностью Своя вина А просто Заявил о том Что он Был Не такой Так вот Мы Говоря здесь О перспективе Меланхолической Интерпретации Также Оказываемся Перед Дилеммой Каким Бы оправданием Не служило Нестандартное Шутовское Меланхолическое Поведение Асоциальное Поведение Конечно Не снять шляпу В знак Приветствия Перед чиновником Масштаба Криштофа Радзивилла Огрызнуться В ответ На его упрек Мог Человек В здравом уме Хорошо понимающий Что именно Он делает Кроме того От внимания Короля Его слуг Конечно Не могли Ускользнуть Слова Заболоцкого И Его Очевидное Пренебрежение Этикетными нормами Списать на Меланхолию Было Вряд ли Возможно Ну Разве что Допустив Что О меланхолии Заболоцкого Знали Абсолютно Все С этим Нужно было Считаться В принципе Но Так же Свидетельств Подобного Рода У нас нет Хотя Опять же Вот такие Нестандартные Выскочки Выходки Заболоцкого В нашем Распоряжении Есть Конечно Даже в том Случа Если Перед нами Трансгрессивное Какое-то Поведение Мы имеем Дело С Экстравагантным Вызовом Который На мой взгляд В чем-то Аналогичен Ну например Дендизму В романтической Культуре Вызывающее Поведение Было бы Конечно Простительно Точно так же Как и глупость Дурня Если известно о том Что перед нами Именно шут Или юродивый Однако Прежде чем Сгладится Неэтикетное Поведение Выявлялось И маркировалось То есть Если бы перед нами Был пример Такой Явной Культурной Трансгрессии То Другими Какими-то Методами Скажем Смехом Или Унижением В адрес Заболоцкого Этот факт Маркировался бы Немедленно Тут же В момент Самого Преступления Пошутить Над неотесанностью Не значило Спустить ее С рук Наоборот Шуткой Этикет В смягченной форме Приводился в действие Как это было Во время приема Московских послов Стефаном Подпсковым Как раз Когда король Сам Смягчил Обстановку И сказал Что ничего страшного Пусть останутся Послы в шапках Но Ни Незнание Этикета Нерассеянность О которой Пишет Явлашевский Не избавляли От обязанности Следовать Этикету И в этом Смысле Конечно Может рассматриваться И перспектива Вот такой Неосозданной Ошибки Заболоцкого И перспектива Сознательного Продуманного Выпада В адрес Ротзевила С целью Накалить Обстановку Ну и вот здесь Я несколько Нарушаю Логику Того что я Задумывал Просто намечу Почему Заболоцкий Мог считать Себя Равней Равней Правильно Сказать Ровней Ровней Родзевиллу Я просто Наметил Вот список Его Достижений Заслуг И Список Его Приобретений В годы Его иммиграции Это Начиная с 1555 года Ну Послужной Список Весьма Необычный Это Движение Московского Юного Совсем Человека Выехавшего Из-за конфликта С братью Видимо Совсем В раннем Возрасте 26 Примерно Лет Он прослужил В Европе И Во время Этой службы Ему удалось Приобрести Если Ну Концу Последним Дням Его жизни Очертить Круг Его владений То Вот На карте Которую К сожалению Так не удастся Разглядеть Но Просто Чтобы было Понятно Зеленым Здесь Выделено Великое Княжество Литовское После Люблинской Унии 1569 Года Оно было Больше Но Люблинская Уния Часть Владения ВКЛ Передала Короне Польской Так вот Староства Короля Которые Перешли Во владение Лично Владимира Заболоцкого Располагались По сути По всей Западной границе Этого княжества Они как бы Отделяли Корону Польскую И Прусские Земли От Великого Княжества Литовского Это были Ну скажем Чтобы здесь Не ошибиться Владения Между Вильной И Минском Трабы Отнятые У Глебовичей Между прочим У сенаторов Лично Королем Стефаном Баторием Это были Владения В Новогрудке Чуть южнее Владения В Кременце Как я уже сказал Он отдал Лично Продал Их За бесценок Но Сохранял На них Некоторые Свои права И Владения Под Кобрином Недалеко от Бересте Принадлежали Остафию Воловичу Тоже сенатору Великого Княжества Литовского Они К 1580 Году Перешли Полностью К Владимиру Заболовскому То есть Перед Ставленник Короля Его Гвардейц Который Концентрирует В своих руках На момент Своей смерти Крупнейшие И самые Западные Центры Ставшие В каком-то Смысле Опорой Королевской Коронной Власти На территории Великого Княжества Литовского И В этой Перспективе Конечно Интересно Было бы Обратиться К унизительному Сдрайца Изменник О чем Сказал О чем Сказал Значит Криштоф Разъявил В момент Конфликта 23 Апреля 1580 Года И Вот Что Это за Обвинение Становится Конечно Понятно Если мы Вспомним Как интерпретировалось Понятие Измены По Литовскому Статуту 1566 Года И по Судебнику В Москве В 1550 Году Это понятие Измены Государственная Измена Наделяется Новыми Смыслами То есть Мы оказываемся Как раз Здесь В данный Момент Перед первым Поколением Служилых Людей Которые испытали На себе Всю мощь Вот Этого Государственного Обвинения Поскольку В Москве Как раз Судебника Ивана Грозного Начинается Разделение Понятия Измены На Крамулу И Военное Преступление То есть Понятие Градский Сдавца Отделяется От крамольника Это значит Это значит Первоначально Единое Понятие Характеризующее Скорее Военного Преступника Распространяется При Иване Грозном Уже И на Любое Поведение Любое Враждебное По отношению Царю И его Семье Поведение В Литовском Статуте 1566 Года Также Сохраняется Удивительным Образом Право Королевской Власти Карать Вот Этого Преступника Лично Королю То есть Если королю Удается доказать Что перед ним Мятежник Совершающий Государственные Преступления Кримен Лесой Мейстатис То Право короля Здесь Забрать это дело В свои руки И Вот тот случай Который Мы сейчас Обсуждаем Также имел Свои последствия Поскольку Обвинение В государственной Измене Пало Сразу же После убийства Заболоцкого На Криштофа Разивила Он почувствовал Это Начал писать Прошение Королю Стефану Стефан Его не пускал К себе И московские Послы Здесь Передают Довольно Точную Информацию Как и Римские Как и Каллигари О том Что Разивил попал В опалу С мая 1580 Года То есть Буквально Уже Самый Канун Московского Похода На Великие Луки Начинается Следственное Дело Григория Остика Родственника Радзивиллов Которого Обвиняют В государственной Измене В выдаче Государственных Тайн Московскому Посланнику Нащокину Его Обвиняют По принципу Средневековой Амальгамы Во всех Грехах Сразу Он Подделывал Монеты Он Передавал Секреты Он Пытался Захватить Литовские Земли В случае Вступления Московского Царя На Польско-Литовский Престол Он Передавал Военные Тайны В Москву И так далее Следствие Заканчивается Стремительно Ведет Его Лично Канцлер И родственник Миколай Юрьевич Радзивилл Отец Криштофа Радзивилл И заканчивает Его Казнью Григория Остика В середине Июня 1580 Года Кстати Связь Между убийством Заболоцкого И делом Григория Остика Обычно Не Замечается Исследователями Но она Видна Уже В том Как В приписках Каллигари Связаны Между собой Эти два События Радзивилл Постоянно Упоминается Как приходящий Королю Чтобы Вымолить Прощение И Значит Одновременно С этими В двух письмах У Каллигари Значит Появляются Сведения О том Что следствие Над Григорием Остиком Все еще Ведется Очень громкое Дело О котором Узнали В Москве И По Воспоминаниям Лукаша Зелинского Когда Польское Войско Пришло Под Под Великие Луки И захватило Одного Из Детей Боярских Он Сказал Что он Отказывается Служить Польскому Королю Он Готов Идти В плен Но Значит Он Не Будет Вести Себя Как Григорий Остик Повел Себя Короля То есть Слухи О казни Григория Остика Были Широко Распространены Уже К этому Моменту Так вот Если Перед Нами Случай В котором Обвинение В здраде В измене Звучит Из уст Савого Гетмана Польного В присутствии Короля В адрес Ротмистра И королевского Гвардейца Мы конечно Должны Учитывать Что Контекст Этого Обвинения Потребовавший Немедленного Симметричного Ответа Ты сам Здрайца Предполагал Что Заболоцкого Называют Не просто Подлецом Хотя это тоже Важная Перспектива Но еще И Значит Виновником В совершении Государственного Мятежа Человек Который Перешел На стан Врага И это Обвинение Намекало На то Что Заболоцкий Из Москвы Перешел В лазере Господаря Великого Князя Литовского Что он Содействует Врагу Лжет Господарю Разглашает Его тайны Готовит Мятеж И является Соучастником И единомышленником Других Мятеж Ну вот В этой Перспективе Конечно Есть Немалый Изъян Он заключается В том Что Понятие Здрайца Как показывает Как раз Наталья Старченко В своей Новой работе Часто звучало В других Дуэльных Историях В которых Для середины Шестнадцатого Для второй половины Начала Даже семнадцатого Второй половины Шестнадцатого Начала Семнадцатого Века Часто В общем-то Не имела Такого Подтекста Звучало Как Просто Обыденное Оскорбление Чем-то Напоминая Современное Русское Понятие Подлец Изменником Можно Назвать В обычной Соре Худородного Шляхтича Чтобы Подчеркнуть Своё Превосходство Оно Конечно Звучит Оскорбительно Но Оно Не грозит Как правило Перерасти В бойню Обычно Ссорящихся В таких Ситуациях Растаскивают И Сдерживают И Если В момент Обвинения Такого Рода Происходит Стычка И На Борющихся Между собой Уже Или готовящихся К битве Шляхтичей Набрасываются Другие Шляхтичи Чтобы их Остановить Обычно Этим Конфликт И заканчивается Буквально За считанные Дни До ссоры Владимира Заболоцкова С Криштофом Радзивиллом В Лудском Храме Святой Троицы На Сеймике То есть На Общешлихецком Собрании Местной Шляхты 26 марта 1580 года Рассорились Между собой Могущественные Князья Князья Острожский С Каштеляном Волынским Михаилом Мышкой Варковским И обе стороны Выставили своих Кандидатов Да Тогда как раз Это и произошло Обе стороны Выставили своих Кандидатов На пост Лудского Земского Судьи Ссора Была как раз Связана с тем Что Оба кандидата Имели Примерно равные Возможности И Борьба Приобрела уже Настоящее Горячее Состязание То есть Состязательность Горячая Состязательность Ну и Когда дошла Очередь Голосовать До Михаила Мышки Варковского Князь Януш Острожский Попытался Заткнуть Ему Молчи Не голосуй Мышка Когда он Услышал Почему это Я должен Молчать Он бросил Ах ты Здрайц Ах ты Изменник И Как справедливо Отмечает Наталья Старченко Комментируя Этот случай Понятие Здрада Имеет здесь Более широкое Значение Так Может Говорить Пан Своему Введение Слуги Просто В сердцах Желая Нанести Обидное Оскорбление Но Не подразумевая При этом Никаких Правовых Последствий Конечно Значит Вот Мы Всякий раз Когда имеем Дело С подобными Случаями Должны Учитывать Что Обмен Оскорблениями Здрайца Ты сам Здрайца Чем-то Может Напоминать Ну вот Известную Известную Геологическую Ситуацию В Новгородской Летописи 14 века Когда Мы помним В Описании Одного из Инициалов Нам Значит Два рыбака Говорят Один другому Говорит Поцени Корвинсен А ты сам Неси таки То есть По большому счету Передами Конфликт Словесный А не Статусный И Обвинение В измене Может не Предполагать Что за этим Последуют Какие-то Юридические Последствия Но Наконец Когда мы Предполагаем Дуэль И Возможность Возможность Описания Конфликта Между Заболоцким И Радзивиллом Значит Как дуэли Важно Учитывать Что Во-первых Для самого Криштофа Радзивилла Дуэлью Дуэлью Это событие Не могло Стать И Именно Поэтому Он Заканчивает Этот диалог Перенося Его на Будущее Именно Поэтому Канцлер И его Сын Не решаются На то Чтобы Устроить Прямое Столкновение Между Криштофом Радзивиллом И Владимиром Заболоцким Кроме того Можно Здесь Вспомнить Слова Стефана Батори Из его письма Его письма Радзивиллу Здесь Я как раз Не буду Об этом Подробно Говорить А просто Процитирую В двух словах Само это письмо Оно Может быть Важным Слова Короля Стефана Князю Радзивиллу Каштеляну Троцкому По приказу Которого Убит в Вильне Тайный королевский Шамбилан Подлинный рыцарь Московит По рождению Владимир Заболоцкий Убит Владимир Муж сильный И более долгой жизни Достойный Чем мужественные деяния Мы видели Своими очами Чьи мужественные деяния Мы видели Своими очами Убит не как Человек А как убивают Скотину Или львов Убит Владимир Мое сердце ранено Ты говоришь Что он Малозначительный человек Это Обращение короля К Криштофу Радзивилу То есть очевидно Совершенно эти слова Прозвучали Значит Да он 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 Мертвый лев У которого вырвали гриву В честном сражении И таким стал этот муж И дальше цитата Из Из Вергилия Да немалую Ты добычу И славу стяжал Ты крылатый Твой сын Велико Могущество Твое Несколько Переиначивая Слова Вергилия Говорит Король Здесь Я должен поблагодарить Владимира Рыбакова Который помог мне С переводом И показал на то Что это Что это перевод Из Из Вергилия И важно То что То что Вот Для Короля Когда он обращается К Радзивилу Существенным Становится Момент Мог Быть Этот конфликт Равным Или нет Для Радзивилла Судя по всему Этот человек Был настолько Незначительным Что Унижаться До столкновения С ним Не имело смысла И Похожий Случай У Радзивилла Случится Произойдет Буквально Через полгода После этого убийства Уже после Великолудского Похода В котором Криштоф Проявил себя Блестяще Он Смыл Пятно Своей репутации Чуть было Не поймал Самого Ивана Грозного Вообще Неистовствовал В походе И заслужил Похвал От короля Как только Радзивилла Возвращается К своей мирной жизни Он Значит Забывает Про Своей провинности И Про Подобные Преступления Повторяется Очень сходная Ситуация В его конфликте С Василием Гулевичем С 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 Урядником При этом Конфликт Этот В общем Показывает Что 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 Радзивилл Действует По одной той же схеме. Развел, как бы вызывает Гулевича сам на бой. Гулевич отказывается, сославшись на то, что бой был бы для него не по чину. Он готов даже, значит, Криштофа усправедливить и при необходимости от него утерпеть. И вот тут, как отмечает Наталья Старченко, отказ означал, что Василий Гулевич, возможно, невольно намекал на унизительность самого вызова. Сенатор под канцлера Гетман Великого княжества Литовского бросает перчатку обычному шляхтичу. Принять ее шляхтич боится именно потому, что если бы он ее принял, он бы воспринял вызов как серьезное свое право сражаться с самим Радзивиллом. В отмечку, да, очередное оскорбление Криштоф в первом начале февраля 1581 года насылает на имение Гулевича своих слуг, которые находят и избивают его. Тот подает в суд жалобу и эту жалобу скоро вымарывают по велению самого короля. Вот это, конечно, парадокс. То есть король Стефан Баторий разрешил убрать запись о том, что Гулевича избили слуги Радзивилла. Почему он это сделал? Ну, судя по всему, потому что Гулевич и Радзивилл пришли к полюбовному соглашению. Наверное, только эта возможность здесь имеет какой-то смысл, быть как-то оправданно. Но по большому счету перед нами еще один такой пример, в котором о Радзивиллов можно было легко обжечься. И возникает подозрение, конечно, вот, им-то я, конечно, хотел бы закончить свой рассказ. Подозрение, насколько вообще Радзивилл собирался убивать Владимира Забаловского. То есть об этом пишет Явлашевский, но мы должны здесь делать скидку на, и я возвращаюсь к самому началу своего рассказа, на то, что Федор был обижен на Радзивиллов и стремился их представить как виновников во многих преступлениях и в числе прочих и в этом. Убийцей Забаловского был некто Юрий Горецкий, шляхтич, который служил Радзивиллом, но убийство произошло уже после того, как Криштоф Перун приехал на место бойни и поговорил с Владимиром Забаловским, раненым Владимиром. Причем, высказав ему все, он дал понять Забаловскому, что между ними все, что между ними закончен конфликт, что они квиты. А сразу после этого Горецкий, Химович, подошел к Владимиру Забаловскому и воткнул в него, вонзил ему под правую перс, как пишет Федор Явлашевский, корт, то есть длинный кинжал. И через два часа после этого Забаловский умер, хотя опять же мог бы и не умереть. То есть мы здесь имеем перед собой случай, когда рана оказалась смертельной, но таких случаев, как описывает Наталья Старченко в своей книге, было множество в польско-литовской истории, когда насилие, переходя уже к грань человечности, оставалось все еще на этой зыбкой неустойчивой почве между убийством и ранением. И одно из типичных, очень хорошо показанных в книге Старченко обвинений, которое подтверждал Виш или Возный, судебный поверенный, заключалось в том, что он, побывав перед телом раненого, умирающего человека, или раненого, это сказать было трудно, он фиксировал в своих записках, что неизвестно, выживет ли, или ледве жив, неведомо будет ли жить после такой раны, и что с ним будет дальше, неизвестно. То есть из этого, конечно, не следует, что перед нами только риторический прием. Бывали случаи, конечно, когда Шляхтич притворялся раненым, и из-за этого, например, получал деляцию, то есть отсрочку от вызова в суд. Но бывали и реальные истории, когда ранение было достаточно тяжелым, но наносилось оно, например, тупой стороной сабли, или тупым предметом, или в такое место, которое все-таки не грозило немедленной смертью. Хотя, опять же, обратный пример здесь, 70-е годы того же века, когда после смерти Сигизмунда Августа возникает дуэльная ситуация, и из нее один из коронных чиновников, Сборовский, случайно выходит, ранив заступившегося за своего противника человека, этот человек умирает, случайно умирает, Сборовскому приходится получить баницию, покинуть королевство, когда он возвращается по велению Стефана Батория, то есть уже следующего, даже через два короля его казнят, несмотря на то, что ранение было случайным, совершенно непредумышленным, и вообще оно произошло не в дуэли, а как бы с человеком, который случайно вмешался в ход дуэли. Таких ситуаций оказывается много, и ответить вот на этот вопрос, что из себя представляет церемониал насилия, как именно он устроен, и что перед нами не случайно или смерть в самом обычном столкновении, значит, вот на этот вопрос ответить очень сложно, на мой взгляд, именно потому, что Шляхтич всегда готов убивать и умереть. И Владимир Заболоцкий знает это, будучи человеком войны, и будучи человеком уже многие годы, даже десятилетия служившим королю, он знает, чем он рискует, и он понимает, чем это может закончиться. Причем описание самого конфликта, самого столкновения в Вильне, я не буду сейчас вообще его приводить, углубляться в него, там тоже есть интересные моменты, скорее содержит, ну вот тот аспект, который Роберт Дармпен подчеркивает в своем описании «Кошачьего побоища», это наглядность, это визуальная репрезентация, она была важнее, чем результат, чем исход. Как описывают свидетели войне, вокруг бьющихся собралась сразу же широкая публика, причем сбежались из храмов, открыли окна, значит, заперли двери, чтобы никто из дерущихся случайно не сбежал, значит, отцедили несколько человек, которые оказались слабее или уже испугались, спасли их, они убежали на Виленское кладбище православное, вот там их просто поймали и побили, а все остальные оказались на улице, им некуда было деться, они должны были сражаться на виду всех. И Заболоцкий тоже пытался ворваться в дом Шеметов, его, когда он постучался в дверь, этой же дверью и отпихнули, то есть он уже начал в нее заходить, его отшвырнули дверью обратно в бой, там он был уже тяжело ранен, и после того, как все были либо оттеснены от него, либо ранены, как и он, к нему подъехал Криштоф Перун, сказал ему, «Ах ты пес, мы с тобой квиты», после чего он уехал, и уже в этот момент, когда все уже начали расходиться и уже забыли о происходящем, к раненому Заболоцкому подошел Горецкий и добил его гордом. То есть здесь перед нами очень странная история, и, в общем, я не то чтобы склоняюсь к такому антикультурологическому, в каком-то смысле, выводу, но все интерпретации, которые предложены мною выше, они, может быть, подскажут нам путь к этому финалу, а может быть и уведут от конфликтной ситуации, в которой напряженность и военизированность, агрессия как таковая, сам факт просто неизбежного насилия, были настолько сильны и настолько децентрированы, как насилие в целом в польско-литовском обществе, поскольку его никто не мог узурбировать, ни король, ни суд, ни какая-то шлихетская инстанция, что решиться все войной, конфликтом и смертью могло в любой момент. Здесь очень любопытно, что и риторика в описании свидетелей того, как это все происходило, напоминает обычную шлихетскую риторику, заполняющую собой актовые книги местных судов, оскорбляющие друг друга в местных судах, применяли вполне яркие поэтичные метафоры для описания того, что происходит. Конечно, из этого не должно следовать, что для этики боя, для культуры боя, для культуры насилия была характерна какая-либо поэтичность. Ну, скажем, князь Андрей Вишневецкий бросает вызов князю Андрею Курбскому, говоря, пусть ждет от меня, как от тучи грому. Это значило, в любой момент я могу его убить, если встречу его на своем пути. Или, когда Василия Булевича бросают в тюрьму, ему говорят, хочешь, злой человек, чтобы у тебя кости не попадали, не сходи с этого места. При этом в тюремной яме находится, как и было принято, довольно часто это делалось, скелет, труп уже разложившегося человека. То есть ему просто показывают на этот труп и говорят, вот хочешь отсюда выйти, не сходи с этого места, шутка такая была, да, не сходи с этого места, чтобы кости не попадали. Или у Матрея Стимковского, значит, который обвиняется в том, что избил шляхтича Яна Бавора Полипелитовского и бросил его в тюрьму со словами, не вылетишь отсюда, птичка, пока не получу за тебя 16 тысяч злотых. Вот это, конечно, птичка, да, то есть спасения из тюрьмы нет. То есть мы имеем дело с многочисленными подобными формами метафоризации, метафорического поведения и иногда церемониального поведения, которые не складываются в единый церемониал, а иногда даже свидетельствуют о неустойчивости церемониала и неустойчивости культурных конвенций как таковых. Но здесь я прошу прощения, что за временем потерял уже даже контроль. У меня все. Спасибо. Спасибо. Можно мне сразу один вопрос? Мы привыкли к такой формуле, что государство имеет монополию на насилие. Но это, видимо, уже какая-то более поздняя форма. То есть явно, что там, вот в Речи Посполитой, у государства не было монополии на насилие. И как бы разрешалось, было такое децентрализованное насилие, да? В целом, каждый новый король подтверждал, начиная с Сигизмунда Старого, свое исключительное право на разрешение смертельных конфликтов между подданными. То есть, если его слуги обвиняли друг друга в чем-либо заслуживающем смерти или стремились в столкновении решить свои спорные дела, то король, начиная с Сигизмунда I, там, 1514 год, это первое постановление, должен был утвердить это своим решением. Стефан Баторий придерживался этой логики очень строго. То есть это был король-воин, который, ну, вообще, как бы, считал, что дисциплина, воинские артикулы, они действовали так же, как в любом войске, в его гвардии они действовали. Он рассматривал конфликт между Родзевиллом и Заболоцким, видимо, в той же перспективе, как нарушение его исключительного права. Но другой вопрос, что исключительное право короля могло абсолютно не признаваться, да, и в этом как раз заключается... Он же выборный король. Да, но это ничего не значит, да, на срок его действия он обладает всеми правами короля. Другое дело, что да, вы правы совершенно, что он подписывает пакты конвента, то есть он не может все решать, он не распоряжается полностью жизнью своих субъектов, кроме случаев, кроме тех случаев, которые как раз Стефан решил тут же себе приписать, то есть он как раз поступок Кристофа Развилла решил тут же записать в измену себе речь, то есть в кримин-лесом эсталь. А вот с этим Развиллом он его наказал, он только написал ему письмо, вот это... Больше ничего просто неизвестно. А дальше все, что мы знаем, мы знаем из переписки Каллигари с Римом. И эта переписка не вполне точно, не вполне полно характеризует ситуацию, просто потому что для Каллигария это уже был вторичный, ну там, третичный, то есть как бы предмет не первого интереса, чем дальше, тем меньше. И обычно уже вот в цедулах, то есть в приложениях к основному письму, он, ну дважды, как мне известно, до середины июня, досказывал что-то о деле Заболоцкого и Радзилла. Но в целом, вот да, монополии государства насилия нет. Ее нет в принципе. Ну, монополия, ну претензия на монополию есть, претензия есть. Но она еще не... Но де-факто нет. Но де-факто она еще не может быть подтверждена, и даже де-факто ее нет, потому что эта претензия распространяется только на исключительные ситуации. То есть вот здесь тюрьму может сажать далеко не только король. Не только король, да. То есть король обладает правом постановления, обладает правом постановления по судебному делу, и может, ну здесь правовой язык, я боюсь, что я сейчас выпаду из него, может тюремное наказание, тюремный срок назначить подозреваемому. Но, во-первых, сам подозреваемый может не явиться для отбывания наказания, потому что службы приставов еще не существует. Привезти Шляхтича для того, чтобы он встал в тюрьму, не может никто. А он сам идет? Да, он сам часто идет, потому что иначе ему грозит баниция, и если он боится, что он потеряет все права, в том числе право на наследование имущества, право на жизнь, право на защиту судов, он, конечно, придет и отсидит. Тем более, что судебные сроки, то есть эти тюремные сроки, как правило, очень небольшие. То есть они за тяжелую провинность могут колебаться от шести недель до одного года. За убийство Шляхтича один год это был максимум. И это, конечно, тяжелое наказание, потому что это нужно было сидеть в яме. Почему тогда казнили того, кто через много лет там вернулся из знаний? Казнили, да. Вот это случай исключительно. Здесь, видимо, Ян Замойский постарался, чтобы приписать все грехи, потому что он не имел права находиться на территории Речи Посполитой Горчи Бонитов. С Горецким это что было? Неизвестно. Он появляется. То есть это имя еще появляется в источниках. Видимо, скрылся или сумел восстановиться и отстоять свои права. Потому что, на мое удивление, он не фигурирует даже в следственном деле из библиотеки Черторыйский. То есть его имя не упоминается, иначе как в записках Федора Ивлажевского. Известно было, что убийца он, что добивал он. Но дальше этот человек просто живет еще какое-то время. Неизвестно, есть ли следствие, потому что, к сожалению, ну, скажем, виленских судебных книг за это время до нас не сохранилось. Они просто сгорели. Когда вот вилена была занята московским войсками в 1655 году, там большой архив был уничтожен. То, что мы имеем, это вообще удивительным, каким-то счастливым образом сохранившееся дело. Вот в этой бумажке мятой, причем оно не из книги, оно явно не вырвано из книги, не часть какой-то этой самой судебной книги. Это совершенно отдельный источник. И он, конечно, тоже не полный. Он, по всей видимости, составлен прямо по горячим следам. То есть вот буквально на следующий день, 25 апреля, первое показание, первые вызовы, даже непонятно, на чей суд. Это может быть и виленский, и виленский суд, а может быть королевский суд. Вот у меня есть подозрение, что вообще этот документ принадлежит непосредственно к королевской юрисдикции. Следовательно, он составлялся лично для короля Стефана Батория. Хотя у этого следственного дела есть одна такая любопытная особенность. Оно как бы оправдывает Криштофа Радзивилла и дает возможность его стороне отвести главный упрек или даже главное обвинение от Радзивилла и, ну скажем, приписать трагизм произошедшего случайностям. Но этим сам король решил не воспользоваться, как видно по его письму. Он настоял на своей воле. И вот то, что произошло дальше с Григорием Остиком, на мой взгляд, это как раз результат неспособности короля решить дело так, как ему хотелось. Король, по всей видимости, был в бешенстве. Какое-то время Радзивилл не допускался к королю. Конфликт между поляками и литвинами тлел и дальше. Но вот что мог сделать король? Он мог поднять дело об измене своей персоне, измене Мейстату, своему Мейстату. Конечно, приписать измену Мейстату Криштофу Радзивиллу было не за что совершенно. То есть у него был слишком высокий ранг. Слишком высокий ранг, да. А Григорий был, в общем, мелкой фишкой, я прошу прощения. Просто это был уже побочный клан. Сами Радзивиллы Остиков не любили. Остики, в общем-то, там занимали какие-то посты, но очень невысокие. Юрий Остик, брат Григория, был воеводом Мстиславским. А сам Григорий не занимал вообще никаких должностей. Поэтому от него отделаться Радзивиллом было проще всего. И, конечно, очень сомнительно выглядят все обвинения в государственной измене, учитывая, что переговоры с Нащекиным и вообще с Москвой на протяжении всех 70-х годов проходили всегда при личном участии канцлера. То есть если были изменнические планы у Григория Остик, то их не могло не быть у Михаила Радзивилла. Поэтому у меня, например, ну здесь польские литовские коллеги, наверное, будут спорить, но у меня, например, есть большое подозрение, что Радзивилл просто сдал королю своего родственника и тем самым дал ему возможность выместить свой гнев на одном из своих родичей. Что довольно страшно, конечно. Да, простите, был еще вопрос. Скажите, пожалуйста, получается, что с одной стороны социокультурные институты, которые потом будут отвердевать и становиться более прочными, еще плохо работают. И для того, чтобы человеку, принадлежащему к шляхте, предъявить определенное обвинение, это дело даже не в каком-то статусе, я не знаю, как, не экономическом, не ранговом, для того, чтобы предъявить это обвинение, нужно сделать некий экстраординарный вызов, сказать, что он изменник. Даже король вынужден это делать, потому что он выборный и потому что они все шляхтичи. То есть вот эта идея сословного равенства, ведь, собственно говоря, король-то всегда был в Польше, просто первый среди равных, это же оставалось, что тут происходит. Да, совершенно верно, да, согласен. То есть король, конечно, выше любого шляхтича, и по своим правам, и по занимаемым должностям. Он смещаемый. Он за определенные преступления смещаемый, конечно, да. То есть король, ну, у всех на тот момент в памяти был пример Генриха Валуа, который в 1574 году просто бежал из Кракова, сместить его за это с королевской должности, ну, условно говоря, с королевской должности, я не знаю, если какой-то правильный, значит, мейстан. Ну, должность получилась. Да, должность, по сути дела, была нельзя, потому что действовал принцип сохранения королевского статуса на протяжении годичного отпытия из королевства. То есть он имел право не находиться на территории королевства, и Генрих этим воспользовался для того, чтобы во Франции дальше писать себя польским королем, не только годом, но и больше. Он писал всю жизнь себя королем польским, хотя фактически в Польше уже были совсем другие правители. По факту, да, Сейм обладал на тот момент всей широтой права для смещения короля, для избрания короля, для утверждения королевских полномочий. А борьба за экзекуцию, она же еще не закончилась, так называемая борьба за экзекуцию. Это, кстати, современное по моменту своего старта опричнение в Москве. Здесь есть очень интересные параллели. То есть шляхта, она как раз под видом борьбы против магнатерий, конечно, ограничивала права короля прежде всего. Экзекуция предполагала, что король ограничивается в праве распределения доходов на свои староства, на свои имения. Он должен выделять определенные суммы на посполитые рушения, то есть на созванное войско, условно говоря, на ополчение шляхетское. Король ограничивался все больше и больше в своих правах. Другой момент, что, конечно, Абатурии сказать, что он бы пошел на существенное ограничение своих прав, очень тяжело. Это был человек просто другой закалки, другой воли. Он понимал правила игры, он понимал, что ему придется подчиниться. Но в военное время, это было военное время, когда он был, по сути, главнокомандующим, и, во-вторых, все-таки в обстоятельствах сомнительных отношений между Литвой и Москвой, у короля было много хозырей, а в отношениях короля с Литовской радой был тот момент, о котором я вообще ничего не говорил и даже не знаю, как думать. И тут вот с польскими коллегами мы, наверное, сходимся сейчас. То есть я поддерживаю инициативу, которая сейчас сходит от польской историографии. И, скажем, Генрих Люлевич в своей недавней, очень хорошей, большой такой книге 2004 года, «Продолжение борьбы за унию» она называется, он показывает, что Великое княжество Литовское сохраняло свой обособленный статус от Речи Посполитой даже после Люблинской унии. То есть, когда, казалось бы, государство уже с леосью, уже часть земель Великого княжества Литовского отошло в пользу короны, государственность у Великого княжества сохранялась. Более того, она даже укрепилась в чем-то, потому что возникло понятие собственного сената, укрепились судебные институты, возросла ответственность перед радой, возросли возможности представительства на дипломатическом уровне. И здесь же есть парадоксальные совершенно вещи, что после смерти Сигизмуда Августа к московскому царю приезжают одновременно для ведения переговоров об его избрании на польско-литовский трон два представителя. Один от короны и один от Литвы. То есть, они на самом деле ведут как бы параллельные независимые переговоры, как два отдельных государства. То есть, для предшествующего периода это было просто не нужно, потому что переговоры с Польшей в Москве просто не велись. Велись переговоры только с ВКЛ. Но для периода после Люблинской унии это становится очень наглядным. Великое княжество Литовское начинает как бы отходить в своих предпочтениях от короны. И второе бескоролевье в Польше и Литве показало, что у ВКЛ большой потенциал политической оппозиционности по отношению к короне. В Литве не поддержали польскую кандидатуру ни в первые выборы, ни во вторые. И конфликт мог вырасти в настоящее противостояние, потому что Литовская рада склонялась все-таки явно к Священной Римской империи, к кандидатуре императора. И это предпочтение сохранилось и в конце 70-х годов. Стефан Баттолий мог об этом знать и подозревать здесь измену и в этом тоже. То есть я хочу сказать просто, что когда Баттолий навязывал свою собственную волю после убийства Заболоцкого или в ходе конфликтов, которые вот сейчас я упоминал, он с одной стороны действовал уже как чрезвычайный правитель, поскольку велась война, и он понимал, что он обладает этими чрезвычайными полномочиями именно в силу уже начавшегося московского похода. А с другой стороны, он подспудно, видимо, обладал этим козырем, которым он воспользовался, обвинить Литовскую раду в государственной измене, что, собственно, и прозвучало. Только изменником оказался совершенно второсортный человек, не обладающий никакими парламентскими, сенатскими правами, то есть просто человек, которого обвинили во всем и списали на него всю тяжесть ответственности за разрастающийся конфликт. — А неважно, он был знаком измен. — Да, наверное, да. Это просто вопрос, конечно. — Какая разница? Может быть, либо другой. — Вот это тоже мой мозг как бы не принимает такую схему. Как это можно так человеку просто взять, своего родственника, и сказать, вот убивайте его? — А вот это как раз может быть виртуально. — С одной стороны, а с другой стороны, в Москве почему бы не действовала такая же схема в мессических процессах, когда ведь тоже были примеры отказа от своего родича именно потому, что он повел себя неправильно. А мы не его родственники, мы к нему не имеем отношения. Важно было заявить это вовремя, что мессический процесс дальше не подставил весь клан или весь род под унижение. Эти примеры тоже есть. — Я тебя рада, это будет. — Простите, просякте. — Я просто хотела, у вас вопрос как бы звучит, ритуальное ли это насилие, да? — Да. — Вопрос, ритуальное ли оно. Вот смотрите, в этой самой Тарусе, в 30-е годы давали разморядку, значит, найдите там троцкистов, сдайте нам троцкистов. Люди вообще не понимали, кто такие троцкисты, они думали, что трактористы. Тарактористов они сдавать не хотели, это очень ценные люди. И всем миром решали, кого отдать тараканище, да? — Вместо трактористов. — Кого назвать тараканище. — Называть тракторист. — Ну и вместе решили, что, ну, во-первых, у кого семьи нет, кто одинокий, блющий, да? То есть выбрали, кого сдать. Ну а потом и мало было этих трёх трактористов, они там дальше ещё, и потом уже они... — Не было предела. — Да, не было предела. — Значит, никакого ритуала по сдаче троцкистов или трактористов вообще говоря не было, да? И всё это шло со стороны государства, которое полную монополию вроде бы в это время имело, да? Но, тем не менее, в каких-то ситуациях возникает движение, как бы сказать, снизу, да, по воскрешению архаических форм, выделение вот этого самого козла отпущения, выбора его, выбора жертвы, выбора жертвы. По-видимому, та ситуация, которую вы описываете, ну, вы очень, так сказать, глубоко в ней находитесь, я всё знаю только от вас, но если это описывать в каких-то общих терминах, то это ситуация, когда у нас есть ещё способ разрешения конфликтов один к одному, потому что есть дуэль, да? В принципе, государство отбирает дуэль, оно не позволяет, так сказать, она продолжает, так сказать, существовать, но это архаическая форма, когда нет посредников в отношениях между людьми в виде государственных структур. Значит, шляхты держатся за дуэль, люди держатся за свои собственные формы. Ну, мы имеем дело, когда не то, что сохраняются ритуальные формы, появились вот эти централизации права, и они находятся ещё в таком нестойком равновесии. Когда что? То, что происходит, когда началась драка, а люди закрывают двери, да, на площади, это, очевидно, не битва на тинге, да, вот. Битва на тинге происходила в истории пару раз, но, тем не менее, если его заняли, нельзя дать выкуп, да, то будем драться здесь, прямо на тинге. Поле, или суд божий, да? Ну, ну, как поединок там, когда вместо, вместо, но там дрались не один на один, там было некое побоище. Кругом стояли люди, да, то есть это, никто не запирался, но вот это было полностью, исключительный ритуал, но ритуал. А ситуация, когда закрывают двери, это мы можем без всякого ритуала увидеть. Вот будут чеченцы там парить, да, на своих машинах, какой-то народ побежит и закроется, да? Он может будет смотреть и за ком, но он закроется. То есть здесь соединяется, тут есть действия, которые, ну, нельзя считать ритуальными. Страх. Ну, что надо ритуального в страхе, да? Стрелка бандитская, гоня на ситуацию. Это попытка, значит, они дерутся, паны дерутся, а меня это не касается, я глазеть глазею, но участвовать в этом, спасать кого-то, нет. Практически все дома вокруг были шлихетские, то есть там у всех была сабля с собой. Сабля с собой, но не моя драка. Да, вы правы, то есть они не выскочили, они не поддержали, они не вмешались. Ни моя драка, и там ничего ритуального нет. В романтической схеме, значит, вот этого повсеместного насилия, видимо, предполагается, что в какой-то момент публика не выдерживает и бросается... Да не бывает повсеместного насилия. Но, да. Повсеместного не бывает. Да, согласен, согласен, согласен. То есть пусть не повсеместное, пусть... Есть насилие гораздо... Есть такое делокализованное, да? Разлокализованное насилие, когда оно перестает уже быть вообще управляемым. Но что любопытно здесь... Да, но здесь оно все-таки было управляемым. Нет, нет еще такого. Просто по сравнению с какими-то нашими представлениями, которые... Вот перейдешь к границу, так сказать, исправительной колонии, наши все представления полетят сразу к черту, да? Но по сравнению с нашими представлениями о управляемом насилии, там оно было вот в то время, которое не бывает, что оно было как бы... Оно было вкусно, любовьми... И у каждого было оружие. Вот сейчас у кого оружие на улице? И у кого нет. У каждого было, да. Ну, само наличие оружия говорит о том, что они готовы к насилию, те, кто носит оружие. Но оно не то, чтобы ритуальное. Просто оно, его сфера не прибрана вся государством в свои руки. Вот и все. А чтобы у всех были ружья, но не все беспрерывно полили, это нужно очень долгое воспитание. Да, нет, но с другой стороны, вот есть некоторая процедура, условно, когда одна сторона начинает, другая сторона продолжает. То есть схема, ты здравится, ты сам здравится, ты подлец, ты сам подлец, она включает механизм, она его запускает. И выйти из него, вот в какой момент можно, в какой нет. То есть, как бы, наверное... В этой разворачивающейся, уже запущенной, там, я не знаю, вот в механизме, да, вот в этой центрифуге, можно было выйти из конфликта. Можно ли было из него выйти? Да, они так... Вот где-то можно было выйти через оправдание, шуткование, да, ну, неустойчивший ритуал. Где-то можно было выйти через идею о том, что, ну, придурок он, да, ну, блазан, ну, вот, меланхолик. А сказать, что человек, значит, вот, психически неустойчив по этому... Но есть же форма примирения, они тоже... Форма примирения, конечно, то есть и форма полюбованных соглашений действовали. И вот такие случаи, когда даже вымарывались конфликтные заявления из актовых книг, вот, как мы видим, это тоже рабочий механизм. Но вот как в данном случае, как далеко мы заходим в интерпретацию, мне кажется, это всегда очень спорно, всегда очень подозрительно. И дискуссия вокруг тезисов Дантона и продолжающаяся дискуссия сейчас наша, я так в одном ряду, конечно, но тем не менее, поскольку я думал, тоже одавно немного, когда писал, уже дискутируя с Андреем Буловичем, она, эта дискуссия, в принципе, вот, затрагивает саму нашу способность интерпретировать насилие и ситуации насилия с точки зрения истории культуры или, там, теории культуры. Насколько логично, скажем, насколько легитимно, и с какой точки зрения легитимно интерпретировать поведение парижских печатников, которые убивают кошек, да, как, ну, как бы, акт культурного протеста, ну, например, так, или как, ну, некоторую семиотическую систему в целом. То есть, здесь всегда возникает вопрос, а почему нельзя было обойтись только одной кошечкой, да, любимой кошечкой, вот, как у него там это было, этого самого владельца мануфактуры. Почему нельзя было убить ее, ритуально убить ее, а всех остальных-то за что, да? Вот. Почему нельзя было это сделать тайной, подшвырнуть ее, этой несчастной женщине, да? То есть, почему нужно было так, а не иначе? То есть, всякий раз, когда мы пытаемся здесь построить интерпретацию, как и в случае с жертвами террора Ивана Грозного, у нас возникает опасность вычитывать и наполнять семантикой, на самом деле, то, что семантикой вообще никакой не обладает. Почему? То есть, каким значением, ну, а почему мы вообще должны искать, вот, скажем, как Дартон это делает, какие-то древние предрассудки, там, какое-то отношение к черным кошкам, там, и к кошкам вообще, да, связь кошек с дьяволом. То есть, зачем вот здесь, вот этой семиотикой наполнять сцену, в которой рабочий, обиженный за то, что ему не додают, там, еды, да, берет кошку, убивает ее, терзает и подбрасывает ее на виду у своих хозяев. То есть, где здесь вообще вот эта проблема, и где здесь само право наше расширять интерпретацию, внося в нее какие-то совершенно, ну, жизнеутверждающие, там, культурные символы, да, дополняя ее... У них уже на лица и все-таки. Да, дополняя ее смыслами, как это делается, вот, в работе с Булочем, очень интересно делается, когда он как раз описывает, как Иван Грозный превращал своих жертв в этих самых заложенных мертвецов, которых, значит, нужно было не просто лишить жизни, а их нужно было там старательно расчленить, испепелить, бросить их отдельно, значит, от кладбища, лишить их права на поминовение и так далее. То есть, нужно было применить к ним не просто там адские муки, но применить к ним определенные направленные действия, чтобы лишить их права на последующее пожизненное спасение. Вот. Там схема замечательная, но только она вся, на мой взгляд, отключается в тот момент, когда мы вспоминаем, что по значительной части записываемых им людей у нас существуют поминальные тексты в, значит, в монастырской традиции. То есть, родственники все равно подают свои поминания об этих... Ну, они все равно. И им никто не запрещает это делать, их за это никто не репрессирует. То есть, как бы, вот когда мы... Он сам потом за них молился? Он и сам за них потом молился. Ну, так значит, это не противоречит. Он сделал некое действие, тоже осмысленное, а потом они делали свои... У нас же на самом деле нет ни одного источника, который подтверждает какую-либо задачу, какую-либо цель у Ивана Грозного лишать своих жертв посмертного поминовения. Если задуматься, то можно вот эту идею приписать всем его действиям и в равном мире ни одному. Я не говорю, что надо приписать эту идею. Я только хотела бы сказать, что все действия, связанные с умерщвлением и обращением с трупом, не бывают несемантизированы, даже с трупом кошки. Согласен. Потому что это такая вещь, на которой вообще, по отношению к которой мы решаем, где обезьяна, где человек. Но с момента захоронения... А ну, это у кошек, а ну, это у кошек, а ну, это у кошек, а просто убьет, да, а человек еще и семантизирует. Нет, он охру положит в могилу. Во-первых, он семантизирует, во-вторых, мы говорим, этот человек, он положил в могилу охру. Зачем он ее положил, мы не знаем. Как символ света или не еще почему-то. Но он отметил, он сделал знак. А животное, знаковый, вот системы в этом смысле, свети со смертью, он не пользуется. Извините, но возвращаясь к вашему случаю, насколько я понял, в вашем названии, никаких особых знаков убийств этого бедного Заболуцкого не было. Ну как же. Нет, почему же. То есть, здесь просто можно прочитать сами причины этого убийства сразу. То есть, он не знал шляпы, за это убивают. Он вызвал самого Радзивилла, за это убивают. Он повел себя как-то нестандартно, за это убивают. Или, условно говоря, он просто нарвался на обычный шляхетский конфликт. Я имею в виду, вот в самом его убиении не было вообще слова ритуал, тут мне кажется совершенно как-то неуместным. Это только если в каком-то очень широком смысле. Ритуальные причины. В очень широком смысле. Причины в зарушении ритуала почти нет. У дуэли есть свой ритуал. Если мы применяем здесь, опять же, вот логику дуэльной семиотики, то есть она прописана довольно строго в более позднюю эпоху. Но насколько эта логика может быть перенесена на эпоху Заболоцкого и Радзивилла, это, конечно, вопрос второй. То есть вот как бы развитый дуэльный кодекс. Вы же сказали, что через полгода после этого была аналогичная ситуация. Драться на дуэли ритуально он с ним не мог. Это было неприлично, неправильно и неправильно. Значит, и он, соответственно, что было произведено? Он его хотел побить. Хотел побить, да. Да, он хотел его побить. Но это случайно убил. Возможно, случайно убил. Я бы не хотел настаивать здесь на вот этом окончательном. То есть не он же его убил, а его слуга какой-то там где-то там сделал. Перестарался, перестарался. Опять же, это же не он это сделал, а он, значит, вот он его побил, он его победил. Даже он не лично его убил. Ну, конечно, слуги со слугами сражались. То есть это же было как раз вот и полгода селевольника. Да, получилось. Правильно, но вы обращаете внимание на финальную сцену, которую как раз я не затрагивал. Практически меня-то она не интересовала. Меня больше всего интересовал вот этот подход к финальной сцене. Потому что он обладает определенной семантикой. Или, по крайней мере, он притворяется семиатично. Заволовский повел себя как равный, тот, что его не равный, и пусть мои слуги тебя отмутузят. Тут конфликт трех символических кодов и трех интерпретаций. Мы, как методолог, должны смотреть на это и понимать, что тут всегда это будет присутствовать. С одной стороны, то, что связано с областью нравов и обычаев, более традиционной и более предшествующей. Затем далее новой институциональной областью, которая связана с правовой культурой. И третье, это ваша позиция как интерпретатора, который, в принципе, все равно не должен становиться на позиции вот этих двух символических кодов. Вы смотрите с позиции современной науки, прилагая уже, во-первых, принцип композитивности, принцип использования различных совершенно теорий. И вот тут у вас все время будет возникать этот конфликт интерпретации. И то, о чем вы говорите, это необходимость для вас самого определиться. Как вы вот эти культурные механизмы во взаимодействии распределяете. Вот пока что вы сами находитесь в некотором вопросительном положении, как мне кажется. А вот это уже ритуал современной науки, что вот ученый не может просто так взять и описать, а ему действительно, ему нужна вот и логика, и семиотики, и все это накрутка. Это уже, по-моему, тоже немножко от Лукавого. От Лукавого, ну, понимаете, ну, все-таки, ну вот, мы же, мы знаем, как, там, скажем, Лотман описывает дуэль, да, в своих беседах о русской культуре. То есть, там, вызов, который принимается или не принимается, по определенной схеме происходит выбор оружия, выбор секундантов, встреча секундантов, дальше соответствует. Все, все это продуманная схема, она работает, и она может быть отчасти, ну, условно говоря, там, она может быть идеальной или идеально типической для обсуждения предшествующих конфликтов, которые еще такой строгостью не обладают. Но, насколько в данном случае речь должна идти о ритуальности, да, я с вами согласен, конечно, здесь спорно как то, что речь должна идти о дуэли, так и то, что вообще мы имеем дело с устоявшимися кодами. Другой вопрос, что даже отсутствие устоявшихся кодов интересны и открывает некоторые возможности для реинтерпретации эпохи, различных конфликтных ситуаций, проблем, которые испытывали та и другая, третья сторона, да, то есть вот... Так это и есть самое интересное, то есть, а проблемная ситуация... Это то, что, может быть, не поддерживает реинтерпретацию, а то, что ее деконструирует. То есть здесь, как бы, важно было бы в какой-то момент понять, почему такое количество... Как нарушить сбои. Да, 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 почему такое количество авторов, такое количество взглядов на это событие не позволяет нам создать соответствующих интерпретаций, и вот эти интерпретации ускользают от нас в какой-то момент, мы их теряем. Эти нити уходят, они или растворяются в воздухе. Ну, может быть, и Бог с ними.